Поехали. Продолжение. Часть номер два. Да. Ну и вот в настоящее время проблема вот этой борьбы с наркоманией, с алкоголизмом, ну она для государства нашего, ну как бы, формально существует. Это мое личное мнение. Ее, по-моему, вообще не существует. Да. Ну формально существует. Если закупается, не закупается, если впровадживается методоновая программа в такой версии, которая готовит из нашей молодежи наркоманов труднее, которые нигде не работали, работать не будут. И я, должен налогоплательщик, оплачивать этот методон в будущем, чтобы его кормить. Я не согласен ни с политикой государства в этом плане. Поэтому у меня надежда, как профессионала. Почему? Потому что я работал в этом центре, пробовал в институте алкоголизма. Я защищал там диссертацию кандидатскую. А как называется твоя диссертация? Моя диссертация называется «Новые препараты в лечении алкоголизма и наркомании». Молодец. Так это же как раз тема. Это закрытая тема была. Сейчас она открыта, она никому не нужна. Нашему государству она сегодня не нужна. Не знаю, как новому правительству, но бывшему оно абсолютно не надо было. Да, там другие были приоритеты. Основная надежда – это на те центры, которые создаются, противоалкогольные, по инициативе или бывших пациентов, или тех мацинатов, в хорошем смысле этого слова, которые имели проблемы и с наркоманией, и с алкоголизмом. В Николаевском области два таких центра есть. Центр в Очакове и центр в Коренихе, в пределах нашего города. Ты же был там и там, и там, да? Да, да. И там, и там я курирую это все, я с ними сотрудничаю. И мы даже выступали по телевидению украинскому, ну, там настолько лоббирование идет, метадоновые программы, что там затюкли. Да, я помню. Да, и слова не дали сказать. То есть все воспринимается как самореклама, самопиар, и как бы, что мы забираем хлеб у них. То есть они вот метадоном вылечат все это самое. А зачем они вас, я вообще удивился, зачем они вас посадили? А, они сами напросились. То есть должна быть какая-то была альтернатива. Они не надеялись, что мы будем настолько агрессивны. И вот, вот по Коренихскому, ну, директор центра в Очакове, он является уже на третьем курсе, учится в нашей университете. Паша Казарьян. Да, Паша Казарьян. Он учится на факультете психологии, то есть он хочет получить второе образование. У него первое есть высшее образование, именно по психологии. А вот в Коренихе, значит, уже закончили, получили дипломы бакалавра. Два человека, которые прошли через этот центр, и его создатель, Александр, который, он священнослужитель. Несмотря на свой сан, так сказать, или это самое, он получил образование бакалавра психологии. И действительно, в этом центре мы видим результаты, которые не то, что несопоставимы. Реальны. Реальны. Они реальны. Их можно увидеть, пощупать, поговорить. Идутые цифры. Согласен. Это возня по поводу того, что закрыть этот центр. И по поводу того, что... Ну, сейчас вроде бы успокоен. Ну, успокоен, потому что мы встали. Мы горой встали, и вы, и мы, и депутаты, часть. И дело в том, что это все-таки есть результат. И вот эти все крикуны, которые кричат, что нельзя, как в прошлые годы. К программе «Крик» не имеет никакого отношения, кстати. Геннадий Александрович Задырка не имеет никакого отношения. Абсолютно. Именно, как их еще раньше называли. Глашатые. Глашатые, да. Значит, вообще не в теме пришла и начинает там платочком пыль поднимут. Я в шоке был. Ты знаешь, я когда это увидел. Они существуют без копейки дотаций. Да я знаю все это. Делают благородное дело их еще. Геннадий, пожелания нашему движению «Родители против наркотиков». Мое однозначное мнение, если у нас в Николаеве, в Украине, будет эта мощная организация, вот то, что мы сделали. Ты знаешь, что Николаев единственный город в Украине, где они продают курительные смеси? Да, я рад. А ты знаешь, что такое курительные смеси? Ты можешь и не знать. Ну, что такое курительные смеси, знаешь? Ну, курительные. Это как набивает чубуки этих самых. Ну, короче, ты не знаешь, ты не в теме. Ну, это жуть. Курительные смеси – это страшный наркотик. Это, ну, это страшно. Это химическая трава. Я знаю, что такое пыль ангела. Ну, я не знаю. В которой дети, вот экстази, вот это называется. Пыль ангела. Пыль ангела. Ну, они что-то совершенствуются, они делают. Почему? Потому что она очень токсична, и поэтому... Скажи, как нам усилить наше движение «Родители против наркотиков»? Что нужно сделать, чтобы вот эту армию, армия... Я посчитал, у нас где-то получается около 100 тысяч созависимых в Николаеве. 100 тысяч. Если у нас, вот статистика, может кто-то не поверит, может кто-то начнет это вот опять пиариться, опять это самое. Но если взять процентный состав сегодняшнего депутатского корпуса Украины, то из них детей, дети этих наших наркотиков, где-то около 30% наркоманы. Согласен с тобой абсолютно. Если мы, я не хочу, я жил в городе Николаеве, не хочу обращаться к нашим депутатам и тем самым, но чем зажиточнее семья, тем меньше влияние. Конечно, конечно, тем меньше. Посмотрите, но вот этих вот, особенно панки, шманки... Да, ну согласен, тут даже не спорят. Ребенку ничем заняться. И пока родители... Нет, тут даже спорить. Гена, ну это мы говорим белое-белое, черное-черное. Ты мне скажи лучше. Ну мы на тыждем, а что ты меня навыкнул? Я ж даже, по-моему, если мы не одного года, то я, по-моему, помлачу тебя. Подожди, дорогой, а то подумай. Скажи, пожалуйста, что нам сделать родителям? Консолидироваться. Мы консолидируемся. Что еще нам сделать, чтобы это было стиль? Самое главное наглядно. Наглядно. Вот такой пример. Твой пример для меня является... Хорошо, согласен. Ребенок, который хочет попробовать, прежде чем, как в Грузии есть обычай, да, первый стакан вина в Грузии, который не является алкоголем, наливает отец сыну. Я не знал этого обыча. Отец сыну попробуй. Попробовал, а теперь... То есть он знает, что... Я не знал этого обыча. И улица его научит. Что он этому научит, да? А отец. Попробуй. В каком возрасте это они уже дают ему? Вот в школу идут, школа начинает учить. У нас же родители не учат. Школа и улица. В школу пошел, научился курить, пить и разговаривать, да? Ну да, по тому самому. Так вот, если этих детей... Даже в школьную программу ввести посещение вот таких центров... Однозначно. Однозначно. Ввести в школьную программу посещения центров. Ввести в школьную программу, профилактику наркомании и алкоголизма рассказывать. Однозначно. Начинать изучать физиологию человека. Однозначно. Вот это все добавляет. И чем больше будем показывать... Не надо бояться, а выставки делать. Посмотреть. Как в центре этот спидерский поезд... Да, да, показалось. На этих больных. Мы же за психику детей боимся. А когда они уже начинают колоться, мы уже за них ничего не знаем. Мы уже за них ничего. Это уже не к нам, идите к родителям. Да, идите к родителям. Они говорят, идите к родителям. Поэтому вот чем больше мы будем показывать детям последствий... Пожелание нашему движению, традиционный у меня такой последний вопрос. Пожелание нашему движению, родители... Привлекайте нас, медиков, профессионалов, психологов к своей работе. Спасибо.